Всем привет, дорогие любители волейбола. Говорит и показывает снова Казань. Полуфинал женской Борис Суперлиги. У нас первый матч сегодня. Динамо Акбарс против Ленинградки. Казань против Санкт-Петербурга. Напомню, серия продолжит до трех побед. Второй матч команды проведут завтра в 17.00 на этой же арене. Вторая подряд попытка от Суперска. Это неудачно. Лукьянова. Лукьянова в последних матчах в старте играет. Ну и вот начало остается, по всей видимости, за игроками Ленинградки. Серпского звездного специалиста. Я думаю, что-то он сегодня своему коллеге из Санкт-Петербурга подготовил. Черновый здесь не справляется с приемом. Доигровщица, тире диагональная. Может и там, и там сыграть. Райлен Мартинас. Тоже ведь классную форму набрала в последних матчах. Ну и еще одна подача Суперска. Это ведь все с подачи пошло. Там, по-моему, заступ небольшой был. Но, возможно, это оптическая иллюзия. Очень высокий мяч для Горбуновой и Романовой. Ничего себе. Как-то показалось мне, что даже не успеет допрыгнуть до этого мяча. Мартинас точно в приеме. Сама же будет атаковать. Но здесь есть разрыв. Королева не читала эту передачу в четыре. Мы еще увидим в этом матче. Очень попытно понаблюдать. Сегодня, кстати, Анна Матиенко у нас заявлена в качестве Либера. В команде Ленинградка тоже такой интересный факт. Хотя мы все знаем Анну как прекрасную связующую. Ничего себе не забила. Суперска это скидка. И проходит она все-таки. Ану Фринка заколдовала этот мяч, чтобы он упал. Все-таки очень много все-таки будет зависеть от первой партии. Анна Шевченко, кстати, на подачу. Мельникова на месте здесь была. Мартинас. Валерия Перрова. Отметим ее действие в защите. Ой-ой-ой. Мартинас. Цепляет Ленинградка блоком ее атаку. И уже горели. Очень четко. Горелик четко. Ну вот два брейковых очка. Для дальнейшего развития атаки, либо отыграться ваут. Здесь сложно сказать. В общем, не получилось. Мартинас снова заставляет Мельникову принимать. На этот раз передача более точная. И атака, соответственно, получилась результативный 10-10. Классный прием от Черновой. Но сама в атаке участвовать не будет Королева снова. Не забивает. Лукьянова. И защита Ануфриенко. Еще раз Лукьянова. Высоченный блок же там. Здесь Мартинас 4. Нет, упорно они дают на Мартинас почему-то. Вот она в защите уже отыгралась. И снова на Лукьянову. Ну что, четвертая попытка все-таки становится удачной. Лиза Лукьянова. Но ведь тоже важно. Вот таки дотерпела Ануфриенко. Да, наверное, я думаю, с четвертой попытки дала бы уже она эту передачу. Кто этот матч у нас судит. Забегание Йениной. Есть защита от Ленинградки. Будет ли рисковать? Нет, не будет. Зато рискует Брайлен Мартинас. Не успели здесь к ним. Тоже высота съема у Мартинаса. Ой-ой-ой. Йенина. Очень быстро доводка от Черновой. Пыталась скинуть здесь... Хорошая комбинация. Ну, браво, Ленинградка, доиграясь. Вот благодаря таким розыгрышам и возвращаются, кстати. А, неудобная атака получилась на Чернового. Передача, точнее. А Мартинас в первой партии берет на себя много. И это абсолютно оправданное решение. Работает. 2015. Африенко тоже непростая подача у нее. Ой, какая же снова в стиле Нгапета. Такой быстрый прием у игроков Ленинградки. Ну, Мартинас здесь совсем забыли, оставили. Задерживается Чернова на подачах. Что, безусловно, радует болельщиков и самим Петербургам. Вот здесь прием от Казани. И оставляют этот мяч в игре. Мартинас здесь скидывать решила с задней линией. Неожиданное решение. Сперскай, ты? Ой, 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 ой. Какой розыгрыш мы с вами понаблюдали. Мне даже на секунду показалось, что Горелик уже выигрывает этот мяч. Как будто Казаночки не были к нему готовы. И там уже Казань поплывет. Но надо смотреть. Классный фодзон от Горелик. Не работает это Казаночки к этому готовы. И не работает высоченная атака от Валерии Романовой. Первый сет остается за подопечными стороны Терзича. Ждем сет под номером два. Снова Кутикова. Есть защита. Мартинас высокий мяч для нее на этот раз. Кутикову как включилось. Смотрите. И фрибол. Что придумает Ануфренко? Придумывает на Лукьянову. Как будто все договорились Кутикову там стрелять. Затяжной розыгрыш. Нужно его ленинградке сейчас выигрывать. Но нет. 3-0 Казань. На старте этой партии. Ануфренко продолжает подавать. Снова Кутикову. Выбрали ее там главной жертвой Королева. Но здесь Ирина не может долго не забивать. Чуть-чуть ей повезло. Посмотреть, что происходит со стороны. Ну и Чернова здесь свою атаку реализует. 5-3. Гибина. Ах, какая неудачная передача. Но это Ангелина Спирска. Нет у Ангелины каких-то выдающихся ростовых данных или прыжковых. Ошибаются Казаночки в приеме. И очень сложный мяч был для Спирска. Это, конечно, весь свой интеллект включил и пытался максимально усложнить. Но мяч остается в игре. Еще раз для Спирска. Это на двойном блоке Ангелина. Просто браво. Несколько последних розыгрышей. О, как хочется повтор посмотреть этого эпизода. Не, не на. Остается мяч в игре. Не получается реализовать у Ленинградки. Ну и сами в защите здорово играет Кутюкова. Ну здесь Королев, конечно, будет наказывать за такие вещи. Да, Лукьяновой немножко не хватило вот того, как в доигровщице. Еще и с приемом проблемы. Макриенко снова придумала передачу, но Мартина Стани забивает. Спирска это браво. Ну просто браво. Ну вот как можно не восхищаться этой волейболистой? Вот скажите мне, как можно не восхищаться? Ленинградки, конечно же. Да, надеюсь, надежно играет Луфиенко. Ленина очень четко в линию попадает. Ну вот как просто такого защищать? Непонятно. Юлия Кутюкова отметила со знаком минус. На этот раз все четко. Она же будет атаковать. И реализует она свою атаку. Номер девять. И снова казанский блок. На этот раз одиночный. Екатерина Янина. Снова говорит всем не сэдмиссис. Нужно рисковать, безусловно. Классная защита. Мартинас. Браво там кто это была? Прокофьева. Еще одна атака у Казани. Мартинас. Снова скидка. Какая же великолепная скидка в стиле Макса Михайлова. До последнего пола непонятно, бить будет ли скидка. Таким зависателем. Елена Мазаренко 24 очка придача. Забить такой задел по настроению сделать на следующую партию. Нужно просто взять и сняться. Лукьянова это будет пытаться делать. Не получилось. Чернова атака не будет. Бирскайте. Ну вот так вот. Все-таки, все-таки. Вот так вот. Через Лазаренко. Через защиту. Через переходящий мяч Казань выиграет вторую партию. 25-19. С одинаковым счетом у нас закончилась первая и вторая партия. Тащит в защите как никогда. Остается мяч в игре. Ленинградка Браво. Классный мяч спасли. Кутюкова на месте. Чернова. Чернова. Кутюкова на двойном блоке. Снова мяч в игре. Лукьянова. Горели. Какой же розыгрыш у нас. Кутюкова взяла на себя роль лидера. Выжака в этом розыгрыше. Нужно что-то Александру придумывать сейчас. Чем удивлять. Королеву снова прикрывают. Лукьянову близковато это к сетке. И последнее касание будет Лазаренко. Лежа уже сидя Казаночки этот мяч спасают. Не сбивает Чернова. Какой розыгрыш фантастика. Фантастика. Просто фантастика, что мы с вами сейчас наблюдаем. И снова с перска это выигрывает, этот розыгрыш. Такие розыгрыши не выигрываются сильными атаками. Его нужно выигрывать только умом и хитростью. Задняя линия от Мартинес. Это проходит несколько раз. Не всегда передачи получаются туда идеальны. В середине площадки находится. На середине стороны площадки. Чернова. Есть защита. Мартинес. Не сбивает Чернова еще раз. Еще раз трибол для Казани. Лазаренко. Лазаренко перепрыгнула и перевисела абсолютно всех. Вот как-то они нашли вот этот коннект. Снова не лучший прием. И снова это выбитая история. В групповом блоке атакой не забивает Мартинес. Лазаренко может что-то вылететь сейчас. И Чернова, по-моему, третью атаку подряд реализовывает. Ведь все от приема идет. Все от приема. И все летит с перска. Еще немножко выходила Елена Петрини. Сейчас нужно атаковать и забивать. Что и делает Мартинес. Ногой играет Ануфриенко. Немножко футбола. А мяч в игре оставить. А передачу хорошую. А забить. Фантастика. Очень странно. Мяч в игре. Но на этот раз не самая удобная передача для Клемец. И как будто... И еще какой. Еще какой шанс. С перска это ошибается на подаче. На приеме. Мы говорили, Казань серийно проигрывать умеет. Скидка. Это не лучший вариант. Для развития атаки прямо сейчас. По-моему, касание действительно было. Клемец из первой зоны будет атаковать. У Ленинградки тоже хорошая передняя линия. С Горбуновой. Которая Романова. Мельниковой. Классный прием от Черновой. Нетривиальное решение от Романовой. И не была готова к этому. С перска это. Но ошибалась она за последнее время. Два сумасшедших спасения. И третья. Мартинес. Ну не будет здесь, наверное, рисковать. И никто не поверил в это. Мне кажется, никто не поверил еще в то, что практически на пустой сетке. Не практически, а на пустой сетке. Не забьет. Такого ожидал, друзья. Но подождите, давайте не будем торопиться раньше времени. Потому что Чернова один сет. Бол отыгрывает. Может еще в этом матче все перевернуться. Мы не продолжаем. Был шанс у Ленинградки. Был. А на Мельникове его добыла своей подачи. Но Динамо Акбар за его бок. Весь сезон Зорен Сервич показывал, как его нужно ставить. Как нужно переносить руки. Приносит Динамо Акбар с победу в этом первом матче. В этой полуфинальной серии ничего еще не ясно. И такой комментаторский клише, позвольте, я использую. Но действительно это так. В этом паре ничего не ясно, даже если кто-то поведет 2-0. Динамо Акбар с победой.